Друзья, может вы хотите, чтобы по двойному тапу по задней крышке делался скрин, и была возможность сразу отправить любому абоненту из любого приложения? Или может по тройному тапу открывался Google Ассистент? Ну или может быть вы хотите, чтобы в строке состояния можно было регулировать количество ярлыков? А может вам нужно, чтобы значки на экране приложения выглядели вот такими маленькими, или наоборот огромными? А может быть вы хотите, чтобы ваш диспетчер запущенных приложений выглядел вот так, не совсем стандартно, не как у всех, чтобы все удивлялись? Или быть может вам было бы удобно запускать режим разделенного окна прямо из диспетчера запущенных задач? Все это возможно из приложения GoodLook, про которое я вам хочу рассказать в этом видео. Ну что ж, смотрите. Здравствуйте, дорогие мои любители мобильной электроники и технологии. Как вы знаете, в России в сентябре месяце уже начал приходить 13 Android, и я и мои подписчики пришли к выводу, что глобальных изменений нет, но это и так понятно. Нельзя постоянно улучшать и улучшать прошивку. Но ведь желание что-то улучшить всегда есть. Вот в этом видео я и хочу вам рассказать, как можно улучшить и кастомизировать оболочку One UI 5. Я вас хочу познакомить с одним интересным приложением, называется оно GoodLock. Но не пугайтесь, это приложение не от стороннего производителя. Это родное самсунговское приложение. Правда, в нашей стране оно недоступно, и его придется искать в интернете. Но для того, чтобы вам не лазить в интернете, не искать его, я его нашел, и оно будет в ссылочке в описании. И так как это официальное самсунговское приложение, то для него не требуется ни родправа, ни перепрошивка смартфона. Так что не переживайте, не волнуйтесь, с этим приложением справится даже ребенок. Друзья, как вы видите, GoodLock и все его плагины адаптированы уже под Android 13 и One UI 5.0. Большинство плагинов не работают без GoodLock, поэтому GoodLock обязательно к установке. Меню приложения GoodLock выглядит вот таким образом. Оно разделено на два пункта. MicUp и LiveUp. В каждом из этих пунктов находится от 9 до 10 приложений. Но все качать их не обязательно, качать можете те плагины, которые вам нужны, по мере необходимости. Но хочу сразу предупредить, что некоторые плагины не могут работать друг без друга, поэтому качать их нужно в паре. И еще одна важная информация, друзья. Для тех, у кого смартфон с оболочкой One UI Core, с облегченной версией One UI, GoodLock и все остальные плагины работать, к сожалению, не будут. Ну что ж, друзья, начнем знакомство с плагина HomeUp. Для этого сначала включим сам плагин и зайдем в пункт меню HomeScreen. В этом пункте мы также можем увидеть HomeScreen Grid. Эта настройка отвечает у нас за количество значков на главном экране. Тут мы можем сделать сетку 7 на 7. Выставили нужные нам значения, нажали подтвердить. И вот что у нас получается. Как вы видите, на главном экране с помощью этой настройки освобождается место. И по вертикали, и по горизонтали можно установить 7 ярлаков приложений. Ну а с помощью пункта UpScreen Grid можно также установить нужную сетку на экране приложений. Тут также можно установить их до 7, по вертикали и по горизонтали. Вот так это выглядит. И на одном экране приложений можно установить намного больше ярлыков, чем обычно. Ну а пункт Favorite Max Count у нас отвечает за то количество приложений, которое можно уместить в нижней строке на главном экране. Друзья, тут в нижней строке главного экрана можно установить от 5 до 9 приложений. Вот так это выглядит, друзья. Настройка LoopPages у нас отвечает за то, что перелистывание главного экрана и экрана приложений происходило по кругу без остановки. Вот пример. Ну а включая пункт AppList мы меняем вид экрана приложений. Вот так это выглядит. Сверху у нас находятся избранные приложения, а снизу у нас все остальные. В настройке AppList также можно поменять сетку от 4 до 6. Настройка Fund Access отвечает у нас за то, чтобы по тапу вниз с любого места экрана можно было открыть поисковую строку, как на главном экране, так и на экране приложений. Но для того, чтобы это заработало на главном экране, нужно зайти в настройки экрана и отключить открытие панели уведомлений. Вот так выглядит открытие панели поиска на главном экране, а вот так выглядит открытие панели поиска на экране приложений. Настройка Blackground Blur Control отвечает у нас за размытие фона приложений, а настройка Background Color Control отвечает у нас за цвет самого фона. Ну а если включить настройку Hub, App и Conlab, у нас исчезнут надписи с ярлыков на главном экране и на экране приложений. Также в HomeUp есть пункт Folder. В настройке Popper Folder можно менять цвет, также можно менять закругление углов самой папки. Настройка Folder Grid нам помогает изменить сетку приложений в папке, и также отображение самой папки на главном экране. В пункте Share Manager можно настроить меню поделиться. Можно менять информацию на отображение меню поделиться. Можно также отключить отображение контакта во время отправки. Пункт Task Changer отвечает у нас за внешний вид панели задач. Можно изменить отображение последних запущенных приложений. Если активировать настройку Minimod, то станет удобно управлять диспетчером задач одной рукой. Вот так это выглядит. Если включить настройку App Labus, то в диспетчере задач рядом с иконками появится название приложений. Ну а если включить настройку Recommended App, то внизу в диспетчере задач появится рекомендованное приложение. Ну и в самом конце пунктом Button Destorers Sensitive Setting можно поменять чувствительность панели управления, если у вас стоит управление жестами вместо кнопок. Ну а теперь перейдем к плагину Camera Assistant. Тут также можно включить Auto HDR, чтобы он вытянул из темных участков больше информации. Включить сглаживание изображений, для того, чтобы было все поприятнее на фото. И активировать автопереключение объективов. Это нужно для того, чтобы смартфон сам понимал, на каком расстоянии находится объект, и включал нужный объектив. Также можно включить функцию Запись в режиме фото. Если вы ее активируете, то пока вы держите кнопку затвора, будет идти видеосъемка. Если вы отпустите кнопку затвора, соответственно, видеосъемка закончится. Так что тут можно настроить число фото после таймера. От одного изображения до семи изображений. Можно ускорить работу затвора, но из-за этого уменьшится число кадров и укочится качество видео. Так что тут можно настроить тайм-аут камеры, когда она будет отключаться, если ей никто не пользуется. Ну а теперь, друзья, посмотрим, что у нас можно кастомизировать с помощью плагина Sound Assistant. Тут можно настроить панель громкости, можно ее перемещать справа налево. Также, друзья, тут можно поменять цвет самой панели, также выбрать настройки и настроить цвет значков фона самому. Совершив настройку, нажимая на стрелочку в правом верхнем углу, вводим название, нажимаем ОК, сохраняем и можем использовать. Также можно индивидуально для каждого приложения настроить уровень громкости. Также, друзья, тут можно включить управление композициям с помощью клавиш громкости. Тут есть интересная функция Bluetooth Metronome, которая помогает нам синхронизировать звук и видео. В дополнительных параметрах можно включить оповещение через наушники. Ну а теперь перейдем к плагину Registar. Что он делает? Зайдя в настройки Custom Your Setting Home, мы видим меню Order Ground Setting. Нажимаем и в этом меню мы также можем менять ярлыки настроек или просто их отключать. Также тут долгим тапом мы можем вызвать меню Creative Nav Group и нажав на него разделить группу настроек. И вернуть все на место можно таким же образом, нажав долгим тапом на ярлык и появляется меню, и первый пункт меню мы нажимаем и возвращаем все назад. И когда мы закончили настройку, не забываем нажать Save. Включив настройку Black Tap Action, мы с вами сможем по двойному тапу по задней крышке смартфона включать любые приложения из находящегося здесь списка. И также по тройному тапу мы можем включать приложения находящиеся здесь же в списке. Друзья, если вас заинтересовала эта тема, если вам понравилось это приложение для кастомизации, пишите, пожалуйста, в комментариях. И не забывайте подписываться. Если кому-то было интересно и познавательно это видео, ставьте большие пальцы вверх. Делитесь этим видео со своими друзьями и близкими. Ну а на этом все. Всем удачи. Пока. Берегите себя и своих близких. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok